В театре мускомедии приступили к репетиции мюзикла Тристана Изольда. Специально для этого из Франции прилетел композитор Алан Симон, поставивший этот спектакль у себя на родине. В грандиозном шоу он задействовал симфонический оркестр, музыкантов, играющих на ирландских инструментах, актеров, исполнителей народных танцев и балерин. Российская версия будет ничуть не хуже, уверены постановщики. Анастасия Ваганова узнала о деталях скорой премьеры. Триумфальная премьера грандиозного шоу Тристана Изольда состоялась с весной, а сегодня Алан Симон приступает к репетициям уже в Сибири, говорит, что сейчас самое подходящее время. Это произведение служит сближению двух стран и двух культур, двух величайших культур – русской и французской. И особенно сегодня в напряженном политическом международном контексте сближение культур, общения приобретает особенно важное значение. Пьесу адаптировали под российского зрителя, перевели текст, оставив лишь несколько партий на французском. Но это не мешает русскоязычной публике следить за развитием сюжета. Впервые на одной сцене будет играть академический оркестр и рок-группа. Фолк-рок-мюзикл, как его называет автор, насыщен необычными музыкальными партиями. Еще будут существовать и аутентичные инструменты, вот сегодня говорили о кельтской арфе, и о блок-флейтах, и о других инструментах, которые тоже, они как бы существуют непосредственно в партитуре. Маэстро написал очень красивые произведения, с одной стороны мелодичные, с другой стороны драматичные. И помимо вокальных партий, очень красивых, есть много музыки в стиле айриш, таких шоу, очень популярных и очень мощные произведения. Новосибирские зрители премьеру смогут увидеть в феврале первыми в России. В случае успеха автор обещает показать ее в других городах нашей страны. Анастасия Ваганова, Олег Крылевец, Новосибирские новости.